Хотите колонизировать Марс? Тогда нужны ваша кровь и пот. И это не какая-то фигура речи, тут все серьезно. Да, и вот это еще наполните, пожалуйста. Да, это не шутка. Ученые действительно предложили буквально использовать кровь, пот, мочу для колонизации Марса. И это не единственная, скажем так, не самая очевидная идея. Меня нередко просят сделать ролик о колонизации Марса, но эта тема меня не так привлекала, потому что об этом и так уже немало хороших материалов. Но за последнее время мне попалось несколько интересных историй, по каждой из которых я бы отдельный ролик делать не стал, но их все объединяет тема колонизации Марса, и все они, мягко говоря, необычные. Три сумасшедшие, но вполне реальные и даже реалистичные идеи ученых о том, как жить, выживать и улететь с Марса, используя при этом кровь, живые организмы, вроде кишечной палочки, а еще спутник Марса. Обо всем этом сегодня и поговорим. А я Андрей, и вы на канале Космос Просто. У нас под Казани в Иннополисе уже какое-то время работает вот такое беспилотное такси. А вот когда вы сможете заказать себе такое? Ответ на этот вопрос и многие другие вы можете узнать, посмотрев Як. Як? Ну да, это Yet Another Conference, главное событие Яндекса, ежегодная технологическая конференция, на которой компания рассказывает про свои главные изменения за год, представляет новые сервисы и продукты. Но теперь это еще и классный фильм про жизнь компании, который выходит уже второй год подряд. И этот выпуск выходит при их поддержке. В прошлые годы на конференции, например, представляли умную колонку с Алисой Яндекс-станцию. Як-2021 – это не перечисление новинок и достижений, а наоборот, это живой фильм о компании и, главное, о людях, которые стоят за сервисами и технологиями компании. А еще гостем фильма в этом году стала Ирина Шихман, которая взяла интервью у управляющего директора Яндекса Тиграна Худовердяна. В фильме сотрудники компании не только рассказывают про сервисы, которые делают, но еще и отвечают на многие интересующие пользователи вопросы. Например, когда уже можно будет заказать беспилотное такси или почему ваш заказ не всегда привозят вовремя. Смогут ли голосовые помощники воспринимать эмоции? И когда начнется восстание машин? Стоп, этого там, кажется, нет. Но не обойдется и без интересных релизов. Например, анонс второго поколения Яндекс-станции с новым дизайном и улучшенным звуком. Еще новая фишка. С Алисой теперь можно говорить шепотом. Попробуйте. Это фильм о продуктах, которыми вы пользуетесь каждый день. И главное, о людях, которые создают наше настоящее и будущее. Достаточно вдохновляюще. Смотрите фильм по ссылке в описании. Прежде чем люди смогут долгосрочно жить на Марсе, предстоит решить целую кучу проблем. Сегодня я не буду перечислять их все. Опять же, об этом уже много чего снято и написано. Наоборот, мы поговорим о трех конкретных идеях для решения некоторых из этих проблем. Итак, что там с кровью? Будущим колонистам надо где-то жить. Марс, знаете ли, не самое приятное место для обитания людей. С его низкими температурами, с непригодной для дыхания атмосферой, которая на 95% состоит из углекислого газа. Кроме того, атмосфера слабая. Меньше 1% плотности земной атмосферы. А без плотной атмосферы, а еще и без глобального магнитного поля, люди на поверхности Марса будут подвержены гораздо большему воздействию вредного, например, ультрафиолетового излучения Солнца. Или высокоэнергетических заряженных частиц солнечного ветра, корональных выбросов массы, а также космических лучей. В общем, в идеале, жилье на Марсе должно не просто поддерживать пригодные для жизни условия, температуру, воздух, но и защищать от космической радиации. А еще и от микрометеоритов, которые, опять же, в условиях разряженной атмосферы несут больший риск для долгосрочной миссии людей на Марсе. На протяжении десятилетия обсуждения колонизации Марса предлагались разные варианты жилищ для людей. Среди более ранних идей было, например, использование в качестве жилищ самих космических аппаратов, на которых люди до Марса добирались. Тут среди проблем, например, ограниченность размера. Еще доставка на Марс Земли, основательных, полных конструкций, но тут, опять же, и ограничения по размеру, а еще и высокая стоимость. Я уже не раз говорил, что стоимость современных космических миссий напрямую зависит от массы того, что мы хотим отправить в космос. А тут нам нужно не просто что-то вывести на орбиту, а еще и доставить за десятки миллионов километров к другой планете. Поэтому возникли идеи надувных жилищ. Так, при относительно небольшой массе, можно создавать более просторные помещения. Используя определенные материалы, можно сделать их достаточно прочными. Еще остается проблема защиты от радиации. Их можно, например, прятать или частично прятать под поверхностью. Но вообще про такие жилища можно, наверное, делать хоть отдельное видео. Кстати, не обязательно жилища буквально закапывать. Ведь на Марсе, как и на Луне и на Земле, есть лавовые трубки. Потоки лавы образуют под поверхностью вот такие своеобразные пещеры. Доступ в них может осуществляться через такие отверстия в поверхности. И внутри лавовых трубок вполне можно размещать жилища. Они могут служить неплохой защитой от радиации. О жилищах в лавовых трубках даже выходили отдельные статьи, и я рассказывал о них в астрообзоре. Опять же, если мы хотим построить что-то более основательное, можно отправлять не готовые части конструкции, а строительные материалы. Но это тоже будет недешево. По некоторым оценкам, доставка одного кирпича на Марс может стоить около двух миллионов долларов. Поэтому возникла еще одна идея. Строить жилища из того, что и так уже есть на Марсе. А чего на Марсе? Полно. Правильно. Марсианского грунта или реголита. В общем, тут имеется в виду верхний сыпучий слой. Его можно использовать для того, чтобы создавать твердый строительный материал, похожий на бетон. Из которого, в свою очередь, можно строить жилища, которые создают определенный уровень защиты. Но одного только реголита недостаточно. Ведь какие важные компоненты у бетона? Это заполнитель, который составляет большую часть объема. Например, песок, гравий, щебень. Вот вместо этого на Марсе и можно использовать реголит. Но еще нужно вяжущее вещество. Для бетона это цемент, который при использовании с водой дает в итоге смеси стать твердой. Без вяжущего вещества заполнитель так и останется сыпучим, и построить из него будет что-то проблематично. Итак, заполнитель на Марсе у нас уже есть, а вот вяжущее вещество можно, конечно, изготовить на Земле и доставить на Марс. Но, как мы помним, это дорого. А что если на Марсе уже будет и это? Тут были идеи использовать для этого серу, которая есть в марсианской почве. Это действительно возможно. Правда, еще нужно достать воду, например, из залежи льда. Но тут есть и очевидные недостатки. Например, сера не очень дружит с огнем. Под его воздействием жилища, в составе которого есть сера, могут легче разрушаться. А еще, ну, она пахнет не очень вкусно. Так что тут еще нужно будет покрывать каким-то слоем для защиты от запаха в том числе. В общем, тоже не идеально, хоть и не невозможно. Ну вот тут мы и подобрались к самому интересному. А что если вещества, которые нужны для связывания марсианской почвы и создания аналога бетона, были с нами все это время? Точнее, были в нас все это время. Да-да, вот тут и предлагается использование человеческой или животной крови, пота, слез и не только. Статья об этом вышла не так давно в журнале Materials Today Bio. Вообще, на самом деле, что-то подобное происходит на Земле давно. Например, кровь животных уже использовали для связывания строительного раствора, как говорится, испокон веков. Но тут все технологичнее. Ученые выяснили, что для связывания марсианского реголита можно использовать сывороточный альбумин человека. Это белок, содержащийся в нашей крови. Они применили его в лаборатории к симулированному марсианскому пилунному реголиту. И получилось создать твердый материал, подобный бетону. Вот получившиеся образцы. И прочность на сжатие получившегося твердого материала оказалась сравнимой с прочностью обычного бетона. Но это еще не все. Авторы статьи также выяснили, что если добавить в состав мочевину, которая содержится в моче, слезах и в поте, то можно увеличить прочность на 300%. То есть получающийся материал намного прочнее бетона. Такое вещество можно, например, использовать для 3D-печати при строительстве. Авторы статьи посчитали, что один человек на Марсе за время 72-недельной миссии может произвести достаточно альбумина, чтобы построить жилое пространство для еще одного человека. То есть, естественно, мы сначала отправляем людей на Марс, где у них будет какая-то изначальная база. А вот потом, используя марсианский грунт и, ну, можно сказать, добывая ресурс из людей, можно расширять эту базу для будущих поселенцев. Очевидно, что тут людям на Марсе придется регулярно сдавать кровь. И пока сложно сказать, как это скажется на марсианских поселенцах, которые и так подвержены физическому и психологическому стрессу. Тут еще нужны дальнейшие исследования. С другой стороны, плюс такого метода, кроме того, что он значительно сокращал бы затраты на доставку на Марс, еще и в том, что он относительно прост технический в сравнении с некоторыми другими предложенными вяжущими веществами. Тут не требуется каких-то дополнительных технологий синтеза, биореакторов и тяжелого оборудования, что, опять же, удешевляет процесс. На симулированном реголите на Земле все уже проверили. Вот теперь бы еще на настоящих образцах с Марса проверить. Ну, в целом, звучит вполне реалистично. А вы что думаете, сдавали бы кровь, чтобы строить дома на Марсе? Ну, хорошо. Вот отправили мы на Марс людей и помещение для обитания сделали. Ну, вообще, конечно, было бы неплохо, ну, так, на всякий случай сделать так, чтобы это еще и было не путешествие в один конец, а колонисты еще и могли вернуться домой. Ну, вроде бы идея неплохая. Но тут мы опять упираемся в ту же проблему, что и в предыдущей части. Дорого! Волочь на Марс несколько сотен тонн топлива, что обойдется в миллиарды и миллиарды долларов. Может, вы уж как-нибудь там это на Марсе доживете? Ну, ладно, если серьезно, получается, что у нас тут два пути. Либо действительно сильное удорожание всего мероприятия из-за массы топлива для возврата. Либо, опять же, не тащить все с собой, а производить топливо на месте. На Марсе. Если рассматривать вариант, что на Марс будет лететь Starship от SpaceX, то там используется топливная пара метан плюс жидкий кислород в качестве окислителя. Немного подробнее о двухкомпонентных ракетных двигателях и не только о них я недавно рассказывал в видео об ионных движках. Так вот, на Марсе в чистом виде туго и с кислородом, и тем более с метаном. Тем не менее, ситуация не безвыходная. Есть идеи, как их получить с помощью различных химических реакций. Кислород можно получать из углекислого газа в атмосфере. А, как мы помним, его там в избытке. С метаном сложнее, но варианты тоже есть. Я уже как-то упоминал реакцию Сабатье, в результате которой, в принципе, можно СО2 из атмосферы и воду из ледяных залеж преобразовать в метан и кислород. Но это тоже не единственный вариант. В статье, которая недавно вышла в журнале Nature Communications, предложили для производства топлива на Марсе использовать микроорганизмы. Есть, по крайней мере, одна причина, почему эту идею можно, в некотором смысле, тоже отнести в разряд сумасшедших. И дело даже не в том, что тут придется строить на Марсе здоровенные биофермы по производству биотоплива. Что, конечно, сложно, но невозможно принципиально. Мы тут вроде как, когда сейчас отправляем аппараты к телам, где есть хотя бы какой-то минимальный шанс найти, если не жизнь, то следы жизни, существовавшей в прошлом, хотя бы микробной, делаем все возможное, чтобы максимально очистить аппарат. Чтобы случайно не загрязнить тот же Марс или инцелад микроорганизмами с Земли, потом найти их же и сказать, «Опа, мы нашли внеземную жизнь». А тут мы собираемся забавахать целые фермы размером с футбольные поля с микроорганизмами. Ну, ладно, будем надеяться, что, если дойдет до реализации, об этом позаботятся. Но давайте все же посмотрим, что именно предлагают авторы статьи. Итак, вместо того, чтобы доставлять на Марс топливо, нужно доставить туда два основных типа микроорганизмов – цианобактерии и кишечную палочку, причем еще и генно-модифицированную. Противникам ГМО, видимо, придется оставаться на Марсе. Как я уже сказал, еще нужно будет построить вот такие фермы. Тут есть несколько разных элементов, но вот два основных процесса, в которых будет производиться топливо. Цианобактерии, которые, используя солнечный свет и воду из марсианского льда и поглощая углекислый газ от атмосферы, в процессе фотосинтеза производят сахара. Еще, правда, нужны ферменты, которые тоже нужно будет доставить на Марс. Далее в дело вступает ГМО-кишечная палочка, и эти сахара преобразуют в 2-3-бутандинол – органическое соединение, которое можно использовать в качестве ракетного топлива. То есть предлагается использовать его вместо метана. Хоть он и слабее метана в этом качестве, это компенсируется более слабой гравитацией Марса. Еще плюсом является то, что в процессе производится лишний кислород, сверх того, что нужен для топливной пары. И этот кислород смогут использовать для дыхания марсианские поселенцы. Ну, круто же. Но, возможно, кто-то уже заметил еще одну проблему в этой истории, кроме риска загрязнить Марс микроорганизмами с Земли. Мы вроде как хотели сэкономить на том, чтобы не везти топливо на Марс. А тут получается, что надо везти микроорганизмы, ферменты, и, главное, оборудование. Оно, конечно, может потом использоваться многократно, но, тем не менее. Возможно, это будет в любом случае выгоднее, чем просто тащить топливо, но я уже говорил, что есть и другие методы производства топлива на Марсе. И вот авторы статьи посчитали, что если использовать современные доступные нам технологии для такого метода, то масса всего, что нужно будет доставить на Марс, почти в три раза превышает массу всего необходимого для других методов производства топлива на месте с использованием химических реакций. С другой стороны, метод с бактериями используют на 32% меньше энергии и дает 44 тонны дополнительного кислорода для дыхания. Но еще авторы пишут, что технологию можно оптимизировать, и тогда масса будет на 13% ниже других стратегий, будет требовать на 59% меньше энергии, и все равно будет давать еще 20 тонн кислорода сверху. Так что, опять же, в целом сценарий реалистичный, хоть некоторые вопросы и возникают. Но что это мы все помелочим? Давайте-ка зацепим кое-что более глобальное. Терраформирование. Все это возня с небольшими базами. Если мы хотим прописаться на Марсе на постоянной основе с комфортом, на планете нужно глобально менять условия. Сделать атмосферу пригодной для дыхания, сделать Марс теплее, в общем, терраформировать планету. Хотя, сегодня это выглядит не очень выполнимым. Одним из пунктов, который обычно называют необходимым для терраформирования Марса, это создание магнитного поля. Его важность я уже сегодня упоминал. Если уж мы потратили столько усилий и ресурсов на создание климата и пригодной для дыхания атмосферы, еще было бы круто эту атмосферу не растерять обратно в космос, ну и со временем не умирать от радиации. Тоже было бы неплохо. А тут бы помогла защита магнитного поля. Сегодня у Марса есть разве что небольшие намагниченные области, которые, вероятно, остались со времен, когда у Марса еще было достаточно мощное магнитное поле. Ну и еще есть слабое индуцированное поле, которое возникает при взаимодействии токов у Марса с заряженными частицами солнечного ветра. Хотя точная природа этого пока неизвестна. В любом случае, оно очень слабое, и его это не спасает. И мы знаем, что он растерял большую часть атмосферы. Хотя тут работает сразу несколько процессов, о чем я недавно подробнее рассказывал. Ну и заряженные частицы все равно достигают поверхности, что может нести угрозу. Вообще есть несколько идей разной степени сумасшествия того, как можно создать магнитное поле на Марсе. Наверное, самое экстремальное — это сделать как на Земле. Сегодня считается, что наше магнитное поле генерируется благодаря механизму магнитного динамо. В ядре, состоящем из твердого и жидкого слоев движения, в результате их взаимодействия формируется магнитное поле. Подробнее о том, как это работает, я говорил в 80-м острообзоре. Так вот, на Марсе механизм магнитного динамо сейчас не работает. Но есть предложение, что его можно снова запустить. По свежим данным миссии Inside, ядро Марса может быть в жидком состоянии. И чтобы его запустить, можно использовать какой-то способ нагрева. Например, ядерные бомбы. Но даже если не учитывать проблемы с тем, как добуриться до ядра, как взорвать все эти бомбы синхронно и прочие технические сложности, кажется, тут достаточно посмотреть на то, сколько энергии вообще нужно. По расчетам автора статьи, о которой я сейчас еще расскажу, энергия тут нужна эквивалентная взрыву сотни миллиардов одномегатонных водородных бомб. В общем, как будто бы не самая лучшая идея. Ряд других концепций подразумевают генерацию искусственного магнитного поля с помощью различных устройств. Например, создание вокруг Марса твердого магнитного кольца. Или кольца из отдельных станций на орбите, которые генерируют магнитное поле. В сериале «Экспансия», например, на орбите Марса находились соленоиды, создающие магнитное поле. Размещать их можно и на поверхности. Еще была идея размещать устройства для генерации магнитного поля не на орбите, а в точке Лагранжа L1 системы Солнца-Марс. Устройство создавало бы магнитный хвост, который бы защищал Марс и его атмосферу. Но вот статья, которую я уже упомянул, предлагает еще одну интересную версию. Создать вокруг Марса тор из плазмы. Кольцо из заряженных частиц, в котором будут электрические токи, а значит и генерироваться магнитные поля. Что-то отдаленно похожее есть, например, у спутника Юпитера Ио. Вулканически активное тело выбрасывает вещество в космос, и это создает плазменный тор. Правда, там, конечно, много отличий, хотя бы то, что все это происходит внутри мощного магнитного поля Юпитера. Но вот авторы статьи предлагают использовать для создания такого кольца из плазмы вокруг Марса его спутники. Например, Фобос. Нужно на поверхности спутника установить специальное оборудование, которое будет ионизировать вещество на Фобосе и ускорять ионизированные частицы, чтобы они покидали его. Так Фобос, двигаясь по орбите, будет образовывать кольцо из плазмы вокруг планеты. Искусственно ускоряемые ионизированные частицы будут создавать токи и магнитное поле. Это со временем может создать магнитное поле, которое, по расчетам авторов, может произвести достаточную защиту для Марса в процессе терраформирования. В общем, звучит, конечно, тоже смело, тут еще много задач придется решить. Но это, по крайней мере, опять же выглядит технически выполнимым. И уж точно лучше взрыва сотни миллиардов атомных бомб в ядре планеты. Ну и очевидный плюс — это отсутствие необходимости строить большое количество громоздких структур на орбите. И вот это, мне кажется, объединяет все три сегодняшние истории. Звучат они вроде достаточно экстремально, но оказываются вполне выполнимыми. По крайней мере, в будущем. А что-то даже и сейчас. Но вот будет ли что-то из этого применено на практике, пока сказать сложно. Как и вообще-то увидим ли, по крайней мере, мы с вами на своем веку начало колонизации Марса. Хотя, конечно, хотелось бы. Друзья, спасибо за просмотр. Кстати, не забывайте подписываться на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Ну и если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы видео активнее рекомендовалось Ютубом. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! Завалить одного колониста, всю кровь из него. Нет, так мы делать не будем.